Да, можешь достать? Сейчас, спасибо. Ну, а, пожалуйста, что вам надо? Ну, и вы не начали. Итак, не секрет, что у славян все-таки была своя писем. Ну, например, у меня есть знакомые, они черные археологи, они делают определенные раскопки, да, то есть зарабатывают себе, например, таким образом. Они на нашем земле находят монеты, за которые дают 20 тысяч долларов. Это обыкновенная медная монета, которая писана рунами. То есть дают огромное количество денег для того, чтобы их изъять из, скажем, употребления, чтобы до сих пор мы с вами не знали, что есть у нас кисненность. Ну, давайте узнаем, что информацию на самом деле можно передавать по-разному, да? Ну, вот есть разные методы передачи информации. Музыка, скажите, это метод передачи информации? Картина, художник нарисовал картину. То же самое, да? Мандалы, то есть, допустим, постановка палета, да? Тоже метод передачи информации. Давайте мы мобильнички или на витро, или на выключили, чтобы они не мешали. Допустим, обыкновенная жаль, да? Это тоже не что иное, как метод передачи информации, да? То же самое, скажем, определенный рисунок мандала. Это тоже не что иное, как метод передачи информации. То есть, методов существует множество, да? Ну, самое, самое первое, то есть, которые были письменно, в первую очередь, давайте осознаем, что они были, любые письменно, они были образные, да? То есть, ну, во-первых, рисовался определенный образ, образ этот нам нес какую-то определенную информацию. Что интересно, что если даже проходит поколение, язык немножко изменяется, образ фактически остается тоже, да? Ну, возьмем, допустим, образное описание, которое было раньше. Возьмем трипольские, скажем, рисунки, да? Видели вот трипольские рисунки? Свастики, сварки, ромби, квадраты, то есть, всякие рода звездочки, собачки, человечки, и все пошло-поехало, да? То есть, на древних наших землях. Им насчитывается где-то около шести или восьми тысяч лет. На самом деле, это было не что иное, как криптографическое описание. То есть, просто в образах передавали определенные значения. Возьмем, например, такие вот значения остались на сегодня вот в китайском языке. Один ерунг, ерунг несет огромные значения, да? То есть, что-то можно видеть в этом ерунге. Один ерунг можно расписать на целый листок бумаги, да? То есть, не одно слово или один звук, а целый образ, который несет определенную информацию. То же самое, возьмем, египетское письмо, да? То же самое, как оно рисовалось. Вот сегодня, допустим, мы можем видеть там в артефактах какие-то ножки, да? Там, части человека, части животных, журавлей, там, еще что-то. То есть, оно тоже несет ничто иное, как огромную и глубинную информацию. Поэтому, самое первое письмо, оно было определенным образом. Возьмите, по этим кому интересно, вот на каменную макину. Она вся исписана определенными образами. Снова-таки, никто не рассказывает, что тем письменам больше сорока тысячей. И что все эти письмена имеют отношение полностью к нам, с вами, к ариям. Ну, сегодня рассказываю, что там были, то есть, как бы, там, сарматы, были скифы, были там, славяне, были там, что-то еще. Там, арии, а это что, не один и те же? То есть, только разные поколения. То же самое мы с вами говорим о том, что письмо современное, как бы, оно немножко модернизируется, да? Ну, последняя модернизация нашего письма, она была после крещения Руси и Украины. Мы с вами как-то на сегодня слышали, что, вроде бы, Кирилл обиходит создал нам письменность, а до этого, то есть, мы, как бы, были, вообще-то, ну, не совсем умные, да? Вот есть на Ютубе запись, когда Кирилл обращается, то есть, к людям и отвечает на вопросы, откуда же нас взяли знания. Ну, вот, кому интересно, можете найти в Ютубе, то есть, забить просто Кирилл, и там, вот, славянская письменность. И вот, что он говорит? Он говорит, что славяне, это же были животные, это были дикие люди, то есть, это вообще не были люди, и то, как мы их хрестили, мы им дали свет и все остальное. Ну, вот, можете себе представить, то есть, как другие национальности обращаются к нам, то есть, и как бы, что делается с нашей культурой, с нашей традицией. Ну, на самом деле, то, что сделали с нашим письмом, его обрезали. То есть, это была, скажем, определенная программа христианской церкви, что нужно было переписать определенную часть письма для того, чтобы мы с вами не узнали, откуда мы сюда пришли и вообще, что мы здесь с вами делаем. Ну, когда, допустим, Кирилл создавал письменность, что он, он сам, кстати, писал, что был в Корсуне и видел письмена с славянским буквами писанным. То есть, он это откуда-то брал. Причем, когда появилась, скажем, первая письма на Кирилл, то есть, она на самом деле не уложилась, она больше уложилась, скажем, Болгарии, и, скажем, все полностью названия букв имели больше отношения к Греции, скажем, и к христианской традиции, чем вообще понятие нашего языка. Потом, после смерти Кирилла появилась новая, скажем, немножко измененная буквы, которые более-менее уже уложились, и мы с вами можем их видеть до сегодня. Ну, мы знаем, что этих букв было там около сорока, да? Кроме того, что интересный факт вот такой исторический, что, скажем, за определенное, скажем, узкое количество лет, буквально за несколько лет, большая часть территории Руси уже владела письменностью. Ну, возьмите другой пример, да, скажем, на уровне любых других государств, что практически, ну, вот невозможно большую массу населения научить буквально за несколько лет, чтобы сразу все писали, читали, да, и сразу, как бы, это все вот так вот было поставлено. Это говорит о том, что письменность уже существовала до этого. Кроме того, интересное значение, что каждая буква, то есть ровно, да, она имела в себе еще числовое значение. То есть, как бы, и, кроме того, когда заключали определенные грамоты между государствами, числовой порядок не был нарушен. То есть, это говорит о том, что, фактически, было немножко небольшое изменение, небольшая накладка для того, чтобы изменить самую суду. Что сделали? Самое интересное и самое главное. Фактически, изменили рисунок букв, то есть, который не имеет же определенного глубинного смысла, дали просто чужие образы, да, которые мы с вами до конца не осознаем. Кроме того, изменили место образа, дали нам просто звук. И вот наше сознание сузилось на сколько, то есть, что мы с вами уже не можем до конца и правильно мыслить. На сегодня больше в Западе рассказывают, что тот человек, который умеет фантазировать, он является, то есть, имеет огромные, там, госты, запасы сознания, да. То есть, у них большая часть населения это просто исполнители. Им вот так сказали, они вот так вот исполняют. Возьмем славянский менталитет, у нас большая часть образности еще осталась, да. Допустим, возьмем наши славянские языки, сегодняшние, там, русские, белорусские, украинские, другие, да. У нас большая часть, скажем, образности осталась именно в языке, в языках. Почему, скажем, русские, украинские самые трудные языки, да. Допустим, слово любовь можно назвать множество синонимов. Возьмем английское слово. Одно слово и все, да. То есть, что именно дает образность? Образность расширяет наше сознание и позволяет узнать намного чего больше. Поэтому, раньше, любая руна, это была первая очередь определенный вектор сил, который в себе имеет определенные силы и имеет определенный образ, да. И, скажем, а потом уже этот звук воспринимался не что иное, лишь только как вибрация. Но сам звук, как такого вот прямого значения, не имел, имел значение определенный образ. Поэтому, в принципе, как бы письму научались так. Уже зная, как рисуются руны, зная, как появляется сама, то есть, буква руна, откуда берется определенный звук, мы с вами уже, в принципе, можем дать трактовку этой руне, какую суть и что она себе несет. Дело в том, что руна это не что иное, как определенный вектор сил или рисунков, которые появляются именно в древе рода, да. Кто был вчера на занятии, мы с вами изучали, вот есть такое понятие, как примероздание, древо рода. То есть, это древо, карта нашего мира и карта нашей сущности с вами, так как мы с вами являемся частью этого мироздания, да. Что такое руна? Каждая руна являет в себе судней, что иное, как путь из одного эманации мира в другой. Ну и, допустим, давайте подумаем, почему существует именно определенное количество рун. Снова-таки, то, что наверху, является частью, то, что внизу. Сколько у нас в сегодняшнем алфавите буквы? 33. 33. 33, ну поэтому было сначала 32, да. То есть, у нас есть 32 зуба. 32 плюс 32 дает цифру 64. Я уже вчера рассказывал, что достаточно магическая цифра, да. Кому интересно, можете почитать книгу Идзин. То есть, она написана китайцами, но она не является китайской. То есть, это как бы книга всемирная, потому что вот такое числовое значение 64, оно было у множества народов. Кроме того, у нас, скажем, 8 зубов в утро, 4 зуба вырастают намного позже, правда? То есть, большую часть людей, основных зубов, это есть 28. Что интересно, что 28, если мы возьмем, что каждая руна, она имеет как прямое значение, так и обратное значение. Мы имеем с вами уже 56 звуков образов, да. То есть, я думаю, что 56 звуков образов достаточно для того, чтобы передать какую-то суть или, скажем, какой-то смысл. Если мы с вами бросаем руны, руны бросаются не что иное на альминацию нашего мира. То есть, это есть не что иное, как 8 направлений света, да. Или 8 точек. 8 точек плюс 56, снова мы с вами получаем цифру 64. То есть, руны должны в себе нести определенную суть. Мы на сегодня знаем с вами, что существует множество разных вариантов рун, да. Все они имеют очень похожие значения, но и вместе с тем немножко отличаются. Ну, во-первых, возьмем, есть немецкий вариант рун, армонин, да. То есть, он рисуется с 8 колесничной спицы. То есть, он тоже фактически представляет ту же самую систему, но в себе он имеет буквально вот 16-18 срок, да. Мы знаем, есть, скажем, скандинавский, да, вот Кутарк, старше Эды. Снова-таки, старше Эды написано христианами, да, то есть монахом. И вообще непонятно, что они с ней сделали. Или то, что с нашим писанием обрезали, или просто передали, но без глубинного смысла. Поэтому, скажем, есть множество вариантов даже в строении самого Кутарка, правда? И вот, как бы, до конца его объяснить, как бы, никто не может. Ну, допустим, возьмем, если появляется Мин, да, какая-то, в первую очередь, может быть, нота? Ну, взрыв, да? Но, естественно, буква А, да, то есть, как бы, гласная. А Футарк начинается на букву Ф. То есть, как бы, уже смещен какой-то порядок. Снова-таки, если смещается порядок, смещается сам смысл Рун, и они уже не имеют какого-то глубинного значения. Кроме того, если мы с вами не знаем, откуда берутся Руны, и что с ними делается, они не имеют того глубинного значения, то есть, они фактически для нас являются пустыми. Ну, в первую очередь, давайте еще раз рассмотрим с вами Древо Руна, и узнаем, что мир проявляется из двух начал, да? То есть, это есть плюс и есть минус. Руны также, они являются гласными и являются согласными, да? Смотрите, что делает гласная Руна? Она оглашает, то есть, она рассказывает о каком-то процессе, да, оглашает. Если Руна переворачивается другим концом, она тогда согласовывает, то есть, она более детально уточняет, в чем суть того или иного процесса. Посмотрим на примеры наших славянских слов. Дело в том, что в древнеславянском языке не было слова «нет», фактически, как у японского языка. У японцев до сегодня нету слова «нет», и поэтому, когда, скажем, с ними заключают определенные договора, бизнесмены, да, они часто попадаются, потому что японцы всегда говорят «да». Но у них «да» есть разное, вот такое, как у женщин, да, это может быть завтра или послезавтра, да, может наполовину, да, наполовину, нет, и все остальное. В нашей традиции тоже не было слова «нет», и больше, скажем, слов не несли в себе частки «нет», да, допустим, одна часть причем, что интересно, что язык, то есть слова, читались как спереди-назад, так и сзаду-наперед. Допустим, слово «ополковь и гореве» читается как спереди-назад, так и сзаду-наперед. Некоторые стихи Тараша Шевченко тоже так же читаются в обратную сторону. Допустим, возьмем слово «бог вели себя», да, оно писалось безгласно, «власи». Допустим, мы понимаем, что Бог мудрости, а как узнать, почему Бог мудрости? Читаем сзаду-наперед, получается слово, да, то есть он учит мудрости через слово, то есть как бы уточняет, почему именно, согласовывает, да. То же самое возьмем «гой» древнеславянское. «Гой» – если это древняя молодость, да, означает восклицание и обозначение определенной жрительной силы. В украинском языке есть такое слово, как «гоитося», да, «заживлять», «заживать». Читаем, что это слово обозначает обратно, йога, то есть как узнать, допустим, «гой» – это обозначение определенной жрительной силы, а как ее достичь – занятие йогой. Все очень просто, да, то есть такие примеры можно наводить множество. Поэтому в славянской традиции важно было не говорить человеку, что нужно, что не нужно делать, нужно было сказать, если он этого не понимает, нужно было уточнить, да, то есть посмотреть на эту руну или на это слово как бы с обратной стороны. Таким образом, когда мы с вами сами это осознаем, мы с вами делаем уже другой выбор. Ну, допустим, есть предприятия, для того, чтобы рабочие не воровали, там нанимают милицию, да, то есть платят деньги, кроме того, с милицией договариваются, все равно воруют. Есть другой способ, то есть людям объяснить, что все они являются частью единого целого, и если в них возникает сознательное понятие, что воровать не надо, потому что они воруют сами у себя, возникает момент, что уже ни милиции не надо, ничего такого делать не надо. Так же? То есть, получается, возникает определенный уровень сознания, что люди сами осознают и понимают, как им нужно делать. Допустим, христианское заповедь не уброди. Вроде бы все классно, да, но часто не наше сознание не воспринимает. И пока Бог не видит, воруют все. Но на самом деле людям нужно не говорить, что делать, что не делать, а пусть уточнить, почему именно, да. Если человек, допустим, знает, что если он взял чужую вещь, и он взял с собой карму этого человека, и если бы он еще знал, как эта карма отрабатывается, возникает сразу осознание, то зачем оно нам не надо, так же? То есть, снова-таки возникает порядок. Поэтому руны – это не что иное, как определенные понятия творения всем мире, в том числе и с вами нас. Как возникает руна? Итак, давайте еще раз посмотрим на Трео, что это карта определенного всемирия. То есть, здесь проявлены определенные боги наши земные, как и вышние. Смотрите, есть здесь 13 точек, что соответствующие, скажем, 13 месяцам в году, и, скажем, 13 основным нашим суставам, да. Кроме того, здесь существует 28 линий. 28 на 13, снова у нас получается позиция целостности. Вот, да. Еще один момент. Давайте посмотрим на этот знак, что здесь изображены, скажем, определенные еще и другие знаки. И мы с вами сейчас осознаем, откуда же берутся знаки. Определенные ромбы, скажем, свастики, да, скажем, треугольники. И какое они имеют значение, снова-таки, откуда они берутся. Ну, в первую очередь, то есть, мы понимаем, что вот это древо делится на три части. Я коротко расскажу, тот, кто был вчера, да. Право-яло-наво, то есть, верхний мир, средний мир, нижний мир. Все вот эти чары, они накладываются на нас, а вот это есть, скажем, части наших суставов, да. Таким образом, получается, это древо, это есть такта нашего мироздания, нас, или определенного окружения. Снова-таки, что здесь мы увидим? Здесь Геннадий есть, то есть, определенный мир на нации Бога, который представлен Богом Высшим, или планетой Сириусом. Но уровень нашего физического тела, это вот верхняя чара, да. Следующее, чара ока, да, оно представляет собой волю, понятие. Снова-таки, что здесь есть? Здесь еще не что иное, как, скажем, проявление даже Бога и Даны. То есть, мужская и женская часть одновременно взяты, это Солнце и Месяц, одновременно. Следующее, здесь вот эта вот чара, кровавая, да, здесь Бог Крышин, или планета Меркурий. Здесь у нас проявляется совесть богиня Заря, Венера, да. По нашей традиции богиня Заря, которая имеет тоже, снова-таки, множество имен. Здесь у нас сила проявляется, Арей, Огонь, да, стихия, скажем, или планета Марс. Здесь у нас всеправедность, или Перун. И, скажем, Перун проявляется стихией водой, или он отвечает за додержание основного стержня, да. Снова-таки, здесь у нас и наша с вами сексуальная энергия, то есть, которая отвечает за наш внутричний стержень также. И вот последняя чара, которая отвечает за свободу, является стрибоком, или планетой Сатурном, так? Таким образом, мы с вами имеем уже определенный рисунок. Скажите, на что вот этот рисунок похож? Ну, если в общем взять, кто может сказать? Что вы здесь видите? О, что нет, ручки. С этого рисунка вырисовываются ручки. Сто процентов. На водку похожи? Да. На водю. На водку похожи, да? Смотрите, большая часть храмов делались формы водьи, човна. Они длинные здесь, да? Снова-таки, это не что иное, как човен, который несет нас виной мир. Допустим, гроб, когда человека хоронят, тоже похож на човен, да? То есть, человек отправляет на водью, и на нем отправляет виной мир. Когда-то наших предков сжигали, тоже на ладьях, на таких же. Тоже это был образ архитипически определенного, скажем, човна, которым человека отправляли виной мир. Что здесь еще вы можете видеть? Смотрите, на ромб вот это похоже все. А возьмите большую часть вышивок, все имеют определенные ромбы, да? Смотрите, что ромб обозначает? Всемирье. То есть, все, что помещено в семирье, это обозначает внутреннее наполнение в семирье, да? Поэтому, скажем, любая та же вышивка, она тоже появляется отсюда же. Смотрите, здесь также есть тот же самый Аллатырь. Вот мы видим, да, с вами. Вот есть, допустим, восемь концов также, да? То есть, что здесь есть еще? Смотрите, есть куб. Вот он. И поэтому мы знаем, почему куб представляет собой стихию Земли, правда? Мирьяви, то есть, как бы, средний мир. Вот треугольник, он показывает нам что? Верхний мир, да? Или мужчину, допустим. Наоборот, скажем, вот эта часть, она показывает женскую часть. Таким образом, здесь можно нарисовать фактически любой знак. Они все проявляются абсолютно именно отсюда. Кроме того, руны также проявляются именно отсюда. Ну, давайте посмотрим, как строятся руны, то есть, что они в себе имеют. А я там, если повесил. Вот не получится, я буду. А получится, а там будет, если есть. Я ж не хочу большие дверки делать. Смотрите, первая руна, которая проявляется вот здесь. Смотрите, где она проявляется. Первая руна, видите, цифру, единичка, вот она. То есть, вот эти линии, это не что иное, как процесс создания мироздания. В том числе и нас, вами. То есть, он проявляется в звуке, проявляется в образе. И когда происходит завершительный процесс, получается, что мы имеем определенную целостность. Что происходит, когда мы с вами афигуруем рунами? Допустим, мы берем, переставляем руны, мы изменяем часть вот этого целостного. Допустим, у нас есть определенная ситуация, мы с вами хотим ее изменить. Что мы делаем? Мы берем определенный рисунок, но с самого начала мы должны узнать, что произошло. Допустим, что где-то наше сознание застряло на каком-то участке из этого древорода. Допустим, наше сознание должно вольно плавать, там, свободно перемещаться. Если где-то есть якорь, на физическом мире возникает определенный момент. Допустим, болезнь, жизненная ситуация, там, что-то иное. Если мы с вами уже осознали руну, то есть мы уже знаем, в чем нам нужно работать. Дальше мы берем другой строй рун, выставляем и таким образом изменяем эманацию вот этого дерева и направляем вектор силы на то, чтобы данная та или другая ситуация разрешилась. Поэтому вот для того, чтобы работать с рунами, существует множество разных вариантов. Но мы с вами перед тем, как пойти уже дальше, должны сосредоточиться на понятии себя самого и как можно научиться изменять себя самого, то есть улучшать, да, выбирать какие-то другие варианты. Потому что если мы с вами не сможем это сделать с собой, то, что мы с вами будем делать внешне, оно все будет пустое. То есть пустое, да? Следующее. Получается таким образом, видите, от единички, то есть от никуда поток света спускается в чару воля. То есть и как бы свинец. Кстати, почему винец? Словь винец вам что-то говорит? Винец с макушкой. Макушка, так? Раньше, то есть у нас не было больше короны, ставили венцы, да? То есть, допустим, венчается пара. Что ставили? Валенка, да, на голову. На праздник упало, девушки, венец одевали, да? То есть что означает венец? Высшее проявление, да? То есть наивысшее проявление. Возьмем, например, образ солнца. В солнце уже есть солнечная корона. В нашей традиции та же самая корона, это было понятие винца, то есть определенного свечения, которое символизирует верхнюю часть. То есть поэтому получается, что как бы с винца, с всего бесконечного идет поток света, который проявляется в образе воли, да? Эта воля делится на определенное начало. И смотрим на вектор руны, как она проявляется. Видите, вот как она? Как она рисуется, давайте посмотрим. Вот она, смотрите. Здесь, здесь и здесь. То есть какие она в себе имеет силы или как ее можно объяснить? Давайте посмотрим. Во-первых, она имеет средний столб, да? Вот он. Средний столб в себя включает фактически всех земных богов. Кроме того, она в себе несет венец разум, творчество и жизнь. То есть и где она размещена? Она размещена между венцом и волей. То есть таким образом мы с вами уже можем как-то включать свою образность и уже давать определенное объяснение, да? Вот кто может дать определенное объяснение, что вы вот здесь видите, в этой руне? Снова-таки смотрите, как она идет. Вот она пошла. Средний столб. Так. И вот так вот, да? Ну, допустим, если она проявляется между венцом и волей, про что это говорит? Она называется Аз. Первая буква. Аз означает Я. То есть когда мир создается, он про себя заявляет. Он показывает, что он существует, да? Поэтому он, то есть говорит о себе. Я существую. То есть поэтому эта руна Аз еще звучит как А. То есть как бы процесс взрыва, да? То есть вот она, энергия разошлась в разные стороны. Дальше. Что она в себе, какую она суть несет? Ну, во-первых, для того, чтобы осознать мир в том проявлении, как он проявился, мы должны как это сделать? Во-первых, разумом, да? Во-вторых, мы где это осознаем? Еще и в жизни, правда? Как мы в жизни этот мир осознаем, что он появился? В творчестве и, естественно, в его высшем проявлении. И это можно сделать только в том случае, если в нашей жизни будут проявлены все боги и будет золотая середина во всем. Если хотя бы какая-то часть этой руны где-то нарушена, это означает, что как бы процесс идет не той стороной, которой нужно. Ну, допустим, как она звучит, вот эта руна, да? То есть что она означает в значении? Снова-таки, руна имеет как свое прямое значение, как и свое обратное значение. Помните, да? Прямое значение она оглашает, то есть она рассказывает про себя. А перевернутое значение нам нужно более углубиться для того, чтобы более осознать эту руну. Что она означает? Ну, допустим, бог живущий на земле сотворяша. То есть бог, который живет на земле и все сотворим. То есть это говорит о том, что эта руна нам говорит, что бог не где-то там, он также и здесь. И все, что мы с вами видим, в том числе и мы, является богом, да? Следующее. И стоят другие глубинные образы. Снова-таки, руна передается не сколько звуком, сколько словами, сколько образы, да? Поэтому я буду говорить определенные просто слова, которые между собой имеют определенные синонимы. И они могут сложиться в определенный образ. Вы, если промедитируете вот эту руну, возможно, вы, скажем, появится во множество больше именно ваших образов, да? Итак, какие ключевые слова? Это активность природы, импульс, воля, высшее начало, индивидуальность, уравновешенность, осознание, наявность творческих ресурсов, единство. Образы разные, но они все несут одну и ту же суть, так же? То есть, они как бы поддерживают. Поэтому, когда мы с вами более глубже вникнем в эту часть руны, мы сможем более что-то глубже осознать. Кроме того, смотрите, были другие, более гласящие образы, то есть, скажем, которые более, скажем, осознавали. Поэтому, чтобы еще более осознать именно вот эту руну, мы смотрим, что у нее есть еще и числовое значение. Она имеет цифру 1. Кроме того, цифры составлялись таким образом, что шли до десятки, дальше от десятки тоже с десятками, да? Мы знаем, что в нашей традиции была десятилетная система счисления, передача информации десятниками. Даже возьмем в казачестве, на сегодня существует десятник, сотник, тысячник, да? То есть, это было очень удобно. Но, снова-таки, у нас здесь пальцем на руке, и, скажем, через эту номерологическую систему осознавали и понимали сейчас Всевышнего. Есть определенные тексты, которые говорятся, что славяне, например, в основном считали до тысячи, а дальше говорили просто много. Есть такое? Ну, кто интересовался, да? Следующее. Если взять полностью 28 рун, то последнее 28-е дает значение тысячи. То есть, снова-таки, она указывает о определенном каком-то единстве, если взять в номерологическом порядке. Кроме того, если руны, сложенные вместе, дают определенное одинаковое числовое значение, с другими рунами они являются синонимами, похожими. Поэтому, таким образом, когда писали определенные тексты, на самом деле не передавали просто какую-то речь, а писали определенные векторы сил, передавали какое-то божественное значение. И поэтому эти тексты уже были само по себе священными. Кто-то, может, занимался магией или слышал, что вот магию черную там нельзя читать, правда? А почему нельзя читать? Там есть определенные имена богов или там ангелов, духов. Если вы их зачитываете, вы можете войти с ними в резонанс. Все равно, что больше готовят. Если не умеешь готовить больше, читай и берешь какие-то рецепты, готовишь больше. Он получается. Хреново, но больше. Сто процентов. Но здесь есть такой вариант, что, скажем, так же самое, когда вы читаете вот эти вот тексты, вы запускаете в действие определенные силы. Поэтому, раньше в традиции у нас остались еще такие моменты, что слово не от боровей, выпустишь, не поймаешь, да? То есть, слова на ветер не бросали. Дальше, слово, оно осуществлялось делом. Ну, допустим, когда-то не надо было там что-то подписывать, договоры, там, да, брать свидетелей, там. Раньше сказал, руку пожал, все, это уже было заключение. Никто за язык нет, ну, процентом информации. Все остальное информация идет невербально. Просто через образ энергетический, правда? Поэтому, если человек, допустим, внутри пустой, и про это что-то рассказывает, ему никто не верит. Ну, допустим, учитель физики выучит, как рисовать. Ну, то есть, ему все равно, как бы, никто не повинит, потому что он в середине является пустым. Допустим, вы пришли в больницу, как кулисту, а он сам сидит вот в таких вот линзах. Или вы пришли на семинах по йоге, а перед вами йог сидит вот с таким вот животом. То есть, ну, как-то оно, как бы, не совсем, да, то есть, ложится. То есть, есть понятие соответствия. Мы должны видеть то, что есть наружу, в первую очередь, оно должно быть проявлено внутри. Если его внутри нету, снаружи оно просто пусто. То есть, оно вам не поможет. Будет не там и не там. Следующее. Что это означает? Это означает то, что мы с вами, в первую очередь, перед тем, как изучать рон, это нужно расширить свою образность. И научиться думать, не сколько мысленно, в форме звука, просто АВВ, а думать образно, да? Ну, вот смотрите, как развить образность? Очень просто. Множество методов, да? Картина, вон там медитативное рисование, там, разные тренинги, в том числе медитация. Все, что она делает, она расширяет наше сознание через образность. Дальше. Мы с вами должны научиться, а как же этот образ передать через себя, да? То есть, ну, во-первых, мы должны научиться слушать сами себя. То есть, если мы с вами сами себя не слушаем, естественно, мы с вами образ передать не сможем. Так же? Следующее. То, что мы слушаем себя, мы еще должны, ну, вот, иметь какие-то хотя бы зацепки, намерки, да? Как передать образ. Ну, во-первых, это не что иное, как как-то схема тревого рода. А с следующей стороны, нам сам мир, наше окружение постоянно подсказывает нам эти подсказки. Обращая на это внимание, слушая себя и окружающий мир, мироздание, мы с вами можем вот это вот ощущение передать в определенный образ. Дело в том, давайте осознаем, что многие из вас в детстве общались с потусторонним миром. Допустим, большая часть детей постоянно с кем-то общается, да? То есть, на самом деле, они действительно общаются с потусторонним миром. Как правило, родители что делают? Говорят, этого нету, этого делать нельзя, и образность ребенка закрывается. То же самое, если мы с вами постоянно пребываем в многоэтажках, которые закрывают наше сознание. Никогда не обращали внимания, как общаются городские жители и сельские жители. Сельские общаются вот так друг с другом. А сельские общаются, эй, Ваня, как дела там? Вот так вот. Почему? Потому что они живут на разной части, скажем, расселения, и их ауры очень широкие. А видели, как зайки общаются? Вот так вот, друг к другу. Почему? Они находятся вместе, их аура полностью сжимается. То же самое, если мы с вами хотим, допустим, расширить свою образность, мы с вами должны хотя бы немного еще выезжать где-то на природу, да? То есть, чувствовать именно вот эту вибрацию в окружающей среде. Еще лучше, если у вас есть какая-то дачка, огородик, то есть, оно все делает не что иное, как открывает вашу образность. Интернеты, компьютеры, телевидение, курение, алкоголь, все делается на то, чтобы просто вашу образность забить, и чтобы вы стали определенным биороботом. Сейчас я минуточку докажу. На сегодня, если посмотреть на большую часть людей, можно сказать, что они людьми не являются. Они есть просто биороботы. Они живут по чужой жизни. Делают то, что им кто-то сказал, то, что они увидели в кинофильме. Носят ту одежду, которую там вроде бы всеми считается модно. Снова-таки, вот эти моменты всеми, оно кем-то контролируется. Поэтому, если мы с вами утрачиваем часть себя, мы не можем жить по своей жизни, то есть, мы с вами собой так на ней являемся. Как правило, наше сознание осознанно таким образом, что если мы с вами повторяем хотя бы несколько раз какую-то вещь, и оно вроде бы нам как бы любо, да, наше сознание сразу же засыпает. Это идет на образ автомата. И таким образом, большая часть людей на сегодня спят. И вы попробуйте им сказать, допустим, что существует там письменность, да, сварянская, что существуют какие-то практики, там, целительство, да. То есть, они скажут, что с вами что-то, не все в порядке, это лучше вам давай футбол там посмотрим, пиво выпьем там, да. То есть, им бесполезно говорить. Это все равно, что общаться вот с этой стеной. Ихнее сознание спит. Они уже давно, давным-давно управляемы. Но на сегодня идет процесс изменения определенных частот нашей Земли, планеты. Может, кто-то слышал про частоту Шумана? Слушали, да? Ну, то есть, есть определенная частота, которая издает наша планета Земля. Первый, кто это делал определенное обследование, это наш Тесла, да. Потом уже занялся этим Шуманом. То есть, что он делал? Он измерял определенное поле Земли, определил, что Земля имеет поле где-то в 7,8 Гц. Что самое интересное, что после 1988 года эта частота начала резко расти. Причем в разных местах она растет по-разному. Что еще интересно, что 7,8 Гц соответствует работе нашего мозга. А мы знаем, есть альфа-волны, бета-волны, да. 7,8 Гц есть не что иное, как сон человека. Поэтому, естественно, нам нужно делать те или другие практики, для того, чтобы немножко изменить частоту Шумана, да. То есть, и выйти на иную частоту и получить какую-то новую информацию. Есть моменты на уровне Земли, то есть, когда люди живут, и частота является совсем иной. Допустим, когда людям не надо делать этих практик. Просто сознание и вот эти потоки уже идут сами собой, а сознание работает на других уровнях. Допустим, все мы знаем, 90-й год, от 88-90-й, проснулись утром, упал социализм, появился капитализм, да. С которым мы так сильно боролись. То есть, что сделалось? На самом деле, просто изменились потоки. То есть, пришли новые потоки, сразу большая часть людей начала жить по-другому. Кто принял эти потоки, тот начал жить все нормально. А кто не принял, допустим, привык, да, что если он работает, то есть, рот открыл, ему кусочек сахара положили, да. То есть, все нормально. А здесь потоки поменялись, он рот открывает, а сахар никто не ложит. То есть, а додуматься до того, что нужно сделать какое-то другое действие, он уже не может, потому что он живет еще в тех потоках. Как правило, вот этих людей быстренько повыключало, да. То есть, или они стали несчастными, или, допустим, заболели, или быстренько ушли, или вот сейчас живут и рассказывают, какие все козлы, какие мы хорошие. То есть, таким образом получается, что на сегодня идут и дальше эти изменения. Следующий такой глобальный поток изменений был в 2000 году, так называемый миллениум, да. И вот 2012 год ожидается огромный скачок вот этих вот потоков. На сегодня вот этот поток приблизительно, скажем, измеряется 14 Гц. Кстати, 14 Гц это уже уровень, когда человек просыпается, да. То есть, вот когда мы проснулись, только вот открыли глаза, потягиваемся, начинаем что-то где-то замечать, слышать, но еще находимся в такой дремоте, в полутемном состоянии. Фактически большая часть населения на сегодня тоже уже идет именно как бы таким путем. Поэтому это не то, что как бы мы это сами делаем. Этот процесс уже идет вот в глобальном окружении. Следующее. Говорят, что после 2012 года этот поток может, скажем, подскочить до 40 Гц. А 40 Гц это ничто иное, как уровень активного поиска или активного осознания, осознанного сновидения, да. То есть, что это означает? Что если человек, допустим, ну вот попробуйте на провод дать большое напряжение, если он тоненький, он, естественно, разорвется, да. То же самое, если человек в СОБе не может принести вот этот, скажем, поток, его просто отсюда уберут. Поэтому сейчас идет ничто иное, как определенное перезаселение душ на себя, да, то есть обновление. Ну мы знаем про дети Индиго, бриллиантовые души, да, то есть, вот скажем, строители фактически еще не пришли. То есть сейчас идет что? Ничто иное, как выход из социума. Что каждый человек должен проснуться хотя бы чуть-чуть, что-то осознать, расширить свое сознание, и дальше, когда человек уже расширяет сознание, он уже начинает видеть как-то себя, других. А уже только после этого наступает момент, что вот эти уже осознанные люди будут между собой группироваться и делать что-то новое. Давайте подумаем, для чего птицы собираются вместе? Это им позволяет, скажем, преодолевать в два раза больше расстояния, чем в одной. Поэтому люди также собираются вместе только для того, чтобы сделать в два раза больше всего, чем это можно было бы сделать самому. То есть это заложено уже в природе. Как вы можете видеть, все живут определенными родами, стаями, да? Но на сегодня идет определенный развал, да? Солятся разные организации, там делаются разные выходы. То есть на самом деле этот процесс уже был давным-давно заложен, и кто имеет возможность сосредотачиваться за этим, можно даже это, скажем, предугадать. Кроме того, мы с вами являемся частью этого процесса. Допустим, все наши экстрасенсорные способности напрямую зависят от места вашего пребывания и ваших внутренних полей. Именно от этой вот частоты, там 14 Гц или 15 Гц. Например, в Советском Союзе сильным экстрасенсом считался тот человек, у которого уровень ауры был где-то около 5 метров. На сегодня фактически у каждого человека аура уже имеет 5 метров. Множество сегодня книг, практик, каждый делается, и фактически у каждого получается, что интересно. Поэтому часто там голова болит, что-то еще, что-то еще. То есть мы же еще не научились, что с этим делать. Кроме того, идет еще больше усиления и разрешения. Все это означает на то, что мы с вами должны что-то осознать, как-то что-то упорядочить, потому что мы этим, что ни делаем, мы сами себя уничтожаем. Потому что все то, что мы с вами посылаем наружу, оно, естественно, возвращается к нам обратно. Кстати, и с торицей. Знаете, почему с торицей обращается к нам обратно? Да потому что в 100 раз сильнее, да? Потому что для того, чтобы мы это осознали, если оно вернулось точно так само, мы бы этого не заметили. Но если оно хорошо стукнет, мы тогда начинаем только думать, и сознание наше просыпается. Так, поэтому бывает, вот часто нам нужна такая обратная связь в виде вот таких вот подсказок. Итак, возвращаемся снова-таки к руны. Руны представляют собой не что иное, как определенные векторы сил, потоки энергии, которые участвуют, скажем, в производстве всем мире. Снова-таки, это не что иное, как образ, который закидируется просто в определенную мантазу. Кроме того, эти руны имеют и в себе определенную силу. Допустим, как делались определенные, скажем, обереги. Эти руны могли накладываться друг на друга, да? Допустим, нам нужно определенные значения, и это значение нужно закрабывать, заякорить. Берется несколько руны, их накладываются друг на друга, у нас получается определенный рисунок. Если этот рисунок энергетически усилить, таким образом мы свой внутренний мир направляем на определенный поток вектор сил, и именно то качество, которое мы с вами запрограммировали, оно должно произойти. Но, есть такое небольшое но, в чем оно состоит? В том, что в любом действии есть противодействие, или, в первую очередь, ответственность, да? Перед тем, как делать такую практику, нужно обязательно осознать, а стоит ли. Потому что это может быть какой-то кармический урок, а от этого вам может быть в тысячу раз хуже, или что-то еще, или просто это может быть не в вашей двери, и вам через лет 20 придется возвращаться обратно и делать все с самого начала. Поэтому перед этим всегда делается практика, скажем, определенного, ну, как-то не то, что гадания, да, предсказания, стоит ли. Если узор выпадал, допустим, положительный, это означало, что двери открыты, вы можете двигаться. Если был сомнительный, все зависело от вас. То есть, это означало, что все равно будут какие-то маятники, да? Если, скажем, был узор отрицательный, желательно было этого не делать. А снова-таки человек уже сам решал, как ему делать, как ему это делать. Таким образом получается, что нужно было во всем искать именно ту золотую середину. В первую очередь, для того, чтобы мы с вами в дальнейшем не наломали дров, мы с вами должны изучить сами себя, осознать, и как можно, допустим, с помощью рун осознавать и как-то изменять себя. Ну, давайте рассмотрим еще несколько рун, и перейдем уже к более, скажем, таком практическом занятии, да? Допустим, возьмем следующую руну. После того, как появилась руна Аз, следующая руна какая должна появиться? Если мы скажем, что мир Я отзаймил про себя, как мир проявляется в нашем богаме, так же? Поэтому было в нашей Азбуке, поэтому, смотрите, Азбука называлась, да? От слова Азбуки Веды. Но на самом деле сделали определенные замены. Не буки, а боги были, да? Поэтому было называлось не Азбука, а Азбога. Азбоговедаю, да? То есть я богов ведаю, я бога знаю. Следующий момент. Футак также обозначает определенный из трех частей букв, скажем, алфавита, да? Скажем, рунического. Про что эта руна нам говорит? Она говорит о том, что, скажем, она появляется, смотрите как, вот она двоечка пошла в сторону. В первую очередь, боги где появляются? Не в нашем разуме, а в сознании, да? Мы больше это как-то ощущаем, чем больше знаем. То есть богов нельзя определить разумом. Поэтому даже в Велесовой книжке до сих пор пишется, что если на день будет какой-то будень, который богов захочет причислить на пальцах, тот будет изгнан из роду словом. То есть про что это говорит? Это говорит о том, что их есть миллиарды. То есть их нужно как-то ощущать, слушать сердцем, но никак не разумом. Поэтому на сегодня не существует ни единого четкого мнения, а кто же такие боги, как их зовут и как это можно выложить на какую-то схему, правда? Возьмем даже ту же самую шуманскую традицию. Она необъяснима. Сегодня говорят, что есть два слова, которые не поддаются нашему умственному объяснению. Это слово «любовь» и это «эзотерика». То есть это то, что оно никогда не может объясниться до конца разумом. Вы, в принципе, приблизительно что-то можете там расхвастить, но все остальное должно ощущаться только сердцем. Итак, смотрите, эта рона, она имеет уже обратное значение, да? То есть мы говорим «аз», «я», вот как бы снова такие. Мы с вами, это тоже часть мироздания. Для того, чтобы нам с вами видеть богов, нам нужно и самим появиться, так же? Дальше, когда мы с вами появились, мы с вами осознаем, что и мир тоже существует, так же? И мы с вами осознаем, что мир с вами является еще частью нас. Поэтому эта рона имеет как бы перевернутое зеркальное значение, то есть показывая нам на какую-то вот обратность. Снова-таки смотрите, как она формируется. Средний столб, смотрите, венец сознания, творчество, любовь. Давайте подумаем, как можно богов познать? Только через сознание, только через творчество, творя в жизни, как их увидеть, и только в любви. Если вы это делать не будете, естественно, вы богов нигде не найдете. Как говорят еще, что бог есть ничто иное, как любовь, да? То есть, если мы любовь в своем сердце не найдем, мы постоянно бога будем где-то искать, он будет постоянно где-то, где-то, где-то. Так вот, если мы с вами это находим у себя, оно будет уже кругом. Итак, следующая, скажем, эта руна имеет цифровое значение 2. Следующая руна, после того, как проявился свет, должно появиться какое-то равновесие, да? То есть, если появилась левая часть, обязательно появляется правая часть, или наоборот. После того, как появилось сознание, обязательно уже появляется разум. То есть, та часть, которая должна сама себя осознать и как-то уже связать с этим сознанием и сама себя расширить. То есть, что делает сознание? Сознание представляет собой все, что есть. Что делает разум? Он составляет что-то новое, да? То есть, что-то складывает упорядоченное. Таким образом, творится определенный, постоянно новый мир. Как появляется следующая буква? Видите? Следующая буква, она называется «Виды» или «Ведать», да? То есть, что она обозначает? Буква «В» означает «Ведать» — это «Знать». То есть, для того, чтобы мы с вами осознали, что боги есть, мы как-то их еще должны не только поверить, осознать, почувствовать, мы еще и должны разумом это объяснить. Поэтому эта рона, она идет именно сюда. И вот смотрите, какая, скажем, как она рисуется. Вот видите, что она в себе имеет? То есть, она рисуется именно через разум, то есть, через левую сторону, да? И в себе несет, смотрите, разум, жизнь, спокойствие. Как можно поведать? Только имея разум правильный, светлый, да? Чистый, то есть, не забитый там разными напитками и всем остальным. Следующее — жизнь размеренная, спокойствие в жизни. Дальше. Она соединяет в себе творчество и соединяет силу. То есть, естественно, скажем, как мы еще познаем в творчестве, и как творчество может достичь своего результата, только когда мы с вами проявим туда свою силу. То есть, таким образом, видите, вот эту рону можно, допустим, просто вот так вот объяснить. Поработать над этой роной, вы можете ее и сами объяснить. Смотрите, как она еще появляется? Она появляется между волей и разумом, да? То есть, что это означает? Для того, чтобы еще до конца осознать, нужно иметь и волю, и разум. Или еще точнее — идти от воли к разуму. То есть, именно тогда появляется осознание понятия «ведать», да? «ведать» — это. Следующая рона, давайте посмотрим. Идет процесс замыкания определенной части бытия, и мы видим, что от сознания определенная часть потока возвращается к венцу. И у нас уже появляется новая руна «глаголи», да? Что «глаголи» означает? «Глаголи» — это уже означает нести информацию, передавать. Даже в Библии рассказывается о том, что Бог появился из слова, звука, энергии. Так вот, когда уже, скажем, появился ас, часть, появились боги, появилось осознание, дальше в следующий момент это идет не что иное, как распространение информации, да? Поэтому, как эта руна рисуется, видите, вот как она появляется. То есть, вот она тоже имеет золотую середину, есть руны столбовые, которые имеют середине, а есть руны, которые имеют как бы боковое значение. Все тоже имеет определенные отношения. Следующая, она идет от венца к сознанию. Снова-таки, как можно нести информацию не от разума, а от сердца, да? Помним, что наши предки всегда как говорили или как поступали по любви и по совести, да? Снова-таки, здесь идет золотая середина, именно через осознание то, что мы чувствуем, мы это и передаем. Кстати, логику, когда, скажем, изучали предметы дети в школе, логику, да, именно таким образом, скажем, учили рассказывать. То есть, сначала чувствуем, а потом вот эти чувства мы переносим в определенные слова. То есть, а не говорить по каким-то заученным фразам или разумам. Если человек пользуется просто разумом, у него будет холодный разум, то есть, он никогда не услышит другим. Этот человек, как правило, может быть диктатором там, что намного говорится в народе бесчувственным, да? Его действия всегда будут где-то, то есть, как бы иметь определенные ошибки. Если мы с вами говорим от сердца, от сознания где-то свыше, эта речь будет всегда нести именно то, что нужно, да? Потому что мы одновременно будем слушать себя и еще кого-то. Потому что вот это значение, эти слова будут идти не от нас, будут идти где-то свыше. Таким образом, здесь, когда мы глаголим, должно пропадать понятие нашего я-эго, мы должны глаголить не от себя, а от Бога, где-то от мира всего, да? Следующее. Как появляется следующая рона? То же самое, если здесь замкнулась определенная часть бытия, здесь замыкается следующая часть бытия, эта рона называется добро, то есть буква Д, да? Имеет числовое значение 5. Кстати, цифра 5, мы сейчас по этому дописываем уже книгу, скажем, где полностью будет все это расшифровано, расписано. Цифра 5, кстати, тоже имеет определенные нумерологические значения, которые указывают на часть руны, и еще через цифру ее можно осознать. Давайте посмотрим, что себе несет понятие добра. Добро мы как делаем? В первую очередь через разум, также посмотрим, где эта руна проявляется, разум и венец. То есть, если мы делаем добро, мы делаем это умственно, но понимаем, что это не просто для кого-то, это для чего-то свыше, правда? То есть, поэтому эта руна идет именно сюда. Посмотрим, как эта руна рисуется. Видите, как она появляется? Итак, как она появляется здесь? Что у нас здесь есть? Вот у нас здесь есть творчество, разум, жизнь, сознание, любовь. То есть, как можно нести добро, давайте более уточним. Добро мы несем разум, если соотносится с сознанием, то есть вместе, да? Дальше, мы это делаем в жизни, естественно, с любви, и это делаем в творчестве, правда же? Если мы с вами несем любовь, добро. Таким образом, получается, что эту руну уже можно осознать здесь. Ну и таким образом, можно рассмотреть каждую руну, которая имеет определенные вот такие вот числовые значения. Допустим, если руна доходит до цифры 11, то она уже не считается 11, она уже идет 20, дальше 30, 40. То есть, числовое значение уже идет десятками, таким образом, мы с вами доходим до 1000. Кстати, что такое обозначает 0? Никогда не задумывались? Если 10 мы говорим, то это единица и еще плюс чего-то, да? А что такое 0? 0 это не что иное, как спираль, да? То есть, это означает, что просто вот есть точка, вот вот этот круг. А новый нолик – это новая часть спирали. То есть, как бы, то же самое, но еще какая-то часть уже, добавочная, да? Таким образом, скажем, 1000 уже собой представляет определенную часть того же, скажем, сознания. Кроме того, осознавая вот эти руны, мы с вами должны еще разобраться и научиться, как же с ними можно работать. Ну, я вот коротко хочу зачитать, допустим, если они проявляются все вместе, как это можно описать, как процесс или понятие мироздания, да? Ну, допустим, «Аз Бога ведаю», «Глаголи добро», «щое життя». Життя еще означает «живот», «осознание», да? «Богатость зела на земле», «зела» – там много всего на земле, да? «Как у люди мыслите, нам ваш спок и реча слово твердое втишая и продая уснову шлях до свитла и пращери наших утворювича драйву роду». Ну, то есть, это кратко как бы описывается вот через все эти руны, что оно означает определенную такую целостность и несет в себе определенный смысл. Причем вот каждая буква, она в себе еще и, скажем, ну, вот не просто несет там какую-то часть, да? То есть, она несет огромный глубинный смысл. Итак, что мы сейчас с вами сделаем? Мы с вами сделаем определенную еще интересную практику и научимся, скажем, как через вот эти руны мы с вами можем как-то исцелять себя или осознавать себя, да? Допустим, мы с вами задаем определенный вопрос любой жизни, определенной ситуации, болезни, еще чего-то. Дальше. Мы берем, тянем руну. Когда мы вытягиваем руну, в нас выпадает определенный рисунок. Ну, допустим, здесь или здесь. Это означает, что в каком-то именно в этом месте ваша часть сознания просто застыла. Что нужно сделать дальше? Есть несколько вариантов. Один из вариантов взять бубен или пойти по древу рода по путешествию, то, что мы с вами делали вчера, да? Найти именно в чем там суть и разрешить этот вопрос. То есть, как бы, отпустить якорь нашего сознания и позволить ему перейти в другую часть. Есть другой вариант. Мы можем осознать это, потому что пока мы это не осознаем, двигаться дальше не надо, да? То есть, как-то сделать другие практики, помедитировать на этом, да? В чем? То есть, где-то на рисунке руны есть какая-то часть, где она обрывается, да? И осознать на уровне своей жизни, где именно она обрывается. Следующее. Мы с вами, если нам нужно что-то получить лучшее, мы с вами должны осознать, а куда же мы хотим перемещить свою часть сознания. Мы можем пойти туда по древу рода, там себя заехарить, или можно вытянуть определенные руны, их промаливать или держать просто на алтаре. Таким образом, определенная часть вашего сознания перемещается уже в другой вектор. То есть, получается, что если мы с вами изменяем или выкидываем какие-то руны, они вам показывают узор, который есть определенный на этом другой трейле и касается именно вас, да? То есть, он имеет огромное глубинное значение. Изменяя вот эти части узора, вы что делаете? Вы изменяете определенную часть бытия. То есть, на самом деле, для того, чтобы работать с рунами, они должны быть вашими двойниками. Ну и давайте коротко мы еще на этом остановимся. То есть, как сделать рунный набор, да? Ну, во-первых, руны делались как? Они делались с самого начала на том, чтобы было удобно. Камни, косточки, да, допустим, там абрикос, там кусочки дерева, то есть, рисовали определенные руны. Следующий, когда уже появилась, скажем, бумага, можно было не просто руны рисовать, можно было это же самое изобразить на бумажке, правда? Ну, допустим, можно передать как узор, а можно передать как просто рисунок. Возьмем, например, карты Тара на сегодня. Сколько вариантов существует карт Тара, кто скажет? Больше 500 вариантов. Все они, даже по численности, разные. Те карты Тара, которые имеют в себе значение 78 карт, их перестроил Алиста Кроули на систему еврейской кабалы. То есть, верхний аркан, это 22 буквы еврейского полита, которые связаны с их древом Сиферот, 56 арканов, скажем, нижнего мира, они больше имеют отношение практически ко всем рунам. То есть, получилась такая вот небольшая привязка. Кроме того, кто сказал, что их должно быть только 78? Есть руны, где их там 25, есть руны, где их там 56, есть рун 64. Возьмем руны девицы Леонорман, они имеют тоже другое значение. То есть, на самом деле, ту же самую руну можно передать в образе. Ну и посмотрим, допустим, простой пример. 28 рун, которые имеют прямое и обратное значение. Вместе 56. То есть, плюс, еще, если мы хотим с вами взять старший аркан, это именно та часть, куда бросается рун, и существует еще 8. То есть, они как бы являются там и здесь не изображаются, потому что они являются основой всех вот этих рун. Таким образом, у нас получается снова-таки цифра 64, да? Что такое 56 рун? Давайте подумаем. Ну, как оно раскладывается нумерологически, как сегодня в картах? Там существует 16 костюмерных карт. Что такое 16? 1 плюс 6, цифра снова-таки 7, да? Означает определенное единство. Знаем, 16 знаков социона, да? Дальше. Есть 40 очковых карт. Каждый из них представляет собой что? Десятиричную систему счисления, выраженную в четырех первоэлементах. Снова-таки, тот же самый образ был, скажем, и раскладан тот же самый и здесь. Только, скажем, немножко выраженный другой, иной ипостаси. Поэтому лучше всего все-таки пользоваться как бы, ну, то, что вам удобнее, да? Или этот рисунок, или эта схема, которая напрямую вам рассказывает и делает уже определенные подсказки. Таким образом, когда вы бросаете руны, они должны быть частью вас. То есть, как делаются руны? Вы должны взять, лучший вариант, это сделать из дерева. Вы должны найти свое дерево. Ну, во-первых, это делается снова-таки в практике волхования или в медитации. Вы должны найти то дерево, которое имеет отношение к вам. Или это дуб, или орех, или что-то еще, допустим, в вашем огороде, или где-то там вы его видели. Дальше. Вы должны подойти к этому дереву и попросите у него разрешения спилить часть, там, веточку на руны, да? Дальше. Вы должны оставить какую-то пожертву, то есть, пшеницу там, подлить дерево. То есть, естественно, в конце нужно обязательно замазать, скажем, ту часть, которую вы срезали, там, глиной, пластилином, там, краской, чем-то еще. Следующий. Вот эту часть лучше делать по... каким образом? Лучше срезать всего на Рождество. То есть, как только солнце начинает расти. Соотносить определенные месячные и лунные циклы. Дальше. Она должна высохнуть. С веточки кора не снимается. Дальше. На Ярила, допустим, на праздник, на Великодень, да? Снимается кора и вы уже распиливаете вот эти веточки. И дальше потихонечку делаются руны. То есть, как руны делаются? Берутся определенные плашечки, да? Они могут быть круглые, их можно, скажем, срезать и они могут быть квадратные. Дальше. Все эти плашечки оттачиваются. Лучше, естественно, если вы эти руны делаете на растущую луну, точно с определенными образами, с определенным настроением. Комната, в которой все это делается, тоже должна очищаться. Ну и следующее, это остается только что нанести рисунок. Лучше всего на руны наносить рисунок как? Зажигать огонь, допустим, свечку, да? И призывать в эту свечку богов, то есть освещать. Дальше брать огонь от богов и раскаленным каким-то часть предметов вырезать, то есть как бы огнем выпаливать эту руну. Таким образом получается, что сами боги как бы выпаливают вот ту или иную руну, да? Ну и таким образом получается, могут появиться вот такие вот плашечки, да? То есть как бы они снова-таки как правило, руна имеет размер по фалангу вашего мизинца. Желательно, чтобы они все умещались у вас в ладони. Ну и следующее, что нужно сделать, это их осветить. То есть что означает осветить? Это означает, что вы, во-первых, их должны знать, осознавать, уже как-то работать. Вы должны их сначала поносить, то есть как бы побыть с ними, даже с той палочкой можно поночевать, ставить ее где-то там под койку или постоянно трогать ее, то есть говорить хорошие слова. Они должны полностью свыкнуть с вами. И следующий момент, как правило, это делается на какой-то большой праздник, допустим, упало, там полы копы, выбирается место силы или где-то лучше пойти в лес, отключить свое сознание и дальше вы расстеляете, допустим, рисунок древа, осознаете ту часть руны, входите в определенный поток и вдыхаете дух этой руны именно сюда в руну. И таким образом делается это с каждой руной. Таким образом получается, что каждая руна уже остает частью вас. Те образы, которые вы заложили, вы вдохнули туда. Таким образом, когда вы бросаете руны, вы уже не просто бросаете рисунки, вы бросаете образы, которые с вами уже разговаривают. Они уже живы и они являются частью вас. Поэтому существуют разные руны и наборы. Допустим, есть и руны и набор, которые только для вас. Но лучше все это делать на первом этапе. Следующее, что нужно делать, это через эти руны наилучшим образом познавать себя. Допустим, есть обыкновенная практика руна сегодняшнего дня. Да? Вы вытянули руну и приблизительно вы уже знаете, как вас сегодня пройдет день или на что вам следует обратить сегодняшнее внимание. То есть, что это еще означает? На какой части Древа Рода где-то застряла ваша часть сознания? То есть, если вы это осознали, сняли, вас в этом дне, естественно, ничего плохого не получится. Или наоборот, может прийти еще какое-то осознание или какое-то еще улучшение. Есть другие практики, но мы с вами будем начинать делать именно практику вот с этой руной. Что я вам сейчас предлагаю сделать? То есть, это сделать практическое занятие. Мы с вами вытянем руну, так как нас с вами много, мы с вами вытянем руну, которая будет иметь отношение к всем нам вместе, да? Допустим, руна всего нашего дня. Мы все с вами собрались, надавали, делаем здесь какие-то определенные практики, да? Почему-то здесь нас сюда привело. Поэтому, скажем, и вместе у нас все тоже есть какой-то вопрос, да? Этот вопрос мы с вами будем рассматривать вместе, но каждый из вас уже индивидуально в контексте именно к себе отдельно. Что, как это делается? Я вытаскиваю просто руну, но все мы вами формируем определенные намерения. Дальше, я вам ее оглашаю и приблизительно рассказываю, как оно выглядит и что там есть. Следующий, я беру губен, и мы с вами отправляемся в путешествие по древу рода для того, чтобы полностью осознать, что там такое есть и что там для нас существует. То есть, мы там можем взять или какую-то мудрость, или вытянуть какую-то информацию, или взять там что-то еще. Это может быть подсказка на вашу сегодняшнюю ситуацию, или просто какое-то благословение, или какое-то посвящение. Снова-таки, вариантов может быть достаточно. Перед тем, как перейдем в практике, давайте, возможно, есть у вас какие-то вопросы. Смотрите, если у вас руна тоже сама нашла, это тоже очень хорошо, это тоже не просто так. Я вам советую осознать, почему эта руна к вам пришла. То есть, знать ее значение, допустим, подумать, какое это значение имеет именно к вам. Теперь еще один момент, почему руны немножко отличаются. Очень просто, смотрите. Для того, чтобы, допустим, с этой точки попасть сюда, можно пойти разными путями, правда? Естественно, рисунок будет уже немножко другой. Если вы посмотрите, допустим, разные народы имели разные руны, но все они похожи между собой, да? Возьмем скандинавский футар, очень похожий на германские руны, правда? Ну, скажем, поздние. Возьмем англосакские руны. Тоже похоже, но немножко есть разница. Возьмем тюркские руны, скажем, монголы, да? То есть, они с самого начала, уже, скажем, или монголы-татары, поздний народ, да? В которых появилась арабская вязь. С самого начала у них были ихние руны, которые тоже очень же похожи. Кстати, турки, то или не турки, скажем, или монголы-татары, как я называю, тоже большой знак вопроса, потому что арии были оседовы, были кочевники. И потом просто, когда произошло крестение Украины, они просто отказались принять крещение и пошли своим путем. Естественно, они даже по том, что они, скажем, кочевали, то есть, постоянно пролюдили, они были и физиологически немножко не схожи. Допустим, если взять, скажем, арии, то есть, они были длинноголовые и короткоголовые. То же, что связывало их, допустим, с определенным родом деятельности. Короткоголовые это были сельскохозяйственные, то есть, которые постоянно тянули плуг и, скажем, вследствие чего у них, скажем, была определенная форма. А, скажем, доброголовые у них были немножко другое строение тела, другая часть таза, большую часть на лошадях ездили, то есть, перемещались, у них постоянно на ноги работали. Вместе с тем, еще один момент определенной, скажем, языка. Давайте посмотрим, что на сегодня язык у нас отличается. Но вот язык как-то неправильно, более правильнее мова. А слово молвить, да? Снова-таки есть определенные моменты, которые все-таки лучше рассказывать на родном языке. Почему язык отличается? Очень просто. Когда наши предки расселялись по разных, скажем, местах, есть определенные климатические условия, где буква Г говорится через нос или там какая-то часть букв просто пропадает, какая-то появляется. Естественно, даже, скажем, возьмем многих, скажем, от тех штанов славян, которые проживают на разных участках, даже лицами немножко не схожи, да? Возьмем, допустим, кто с Львова, галучаны, да? И возьмем жителей с Москвы. Можно сразу же заметить. То есть, ну, есть небольшое отличие. Вроде бы, все одинаково, но что-то там, допустим, возьмем в Закарпатье, тоже есть небольшое отличие. Поэтому, если язык немножко отличается, в этом ничего плохого нету. Потому что сама форма произношения подходила именно под определенный регион. Но именно суть, образ, да, то оставался тот же. Просто как бы уже в самом языке на речи существовали какие-то новые слова. Кроме того, язык, естественно, немножко смешивался. Почему смешивался? Появлялись новые образы. Допустим, компьютер появился. Как его назвать? Ну, с чем его составить? Да, естественно, брались какие-то другие слова, что-то туда уменяли. Поэтому, скажем, полностью возобновить древнеславянский язык очень трудно, потому что очень много слов. Но корни из слов остальных, скажем, и смысл их поднять мы можем, да? То есть, таким образом мы можем найти золотую середину. Поэтому, скажем, нужно обращать обязательно внимание на те изменения, которые вот сегодня делаются. Ну, допустим, что делается сегодня с языком? Давайте подумаем. В Советский Союз было что? Был определенный указ максимально разделить русский язык с украинским. Правда? Кроме того, было определенное, скажем, насаждение силой более российского языка, чем украинского. Сегодня маятник вот до недавнего шатнулся в другую сторону, да? Все захотели говорить по-украински. Дальше. Украинский язык буквально за несколько лет тоже поднялся там несколькими изменениями. Уже такое в язык вкладали, допустим, древнеславянское слово носки от слова низ, далее германское слово шкарпатки. Ну, допустим, крыша, да? Древнеславянское слово от слова крыль, далее германское слово дах. Допустим, возьмем русский язык, слово, скажем, покутье, да? Почему-то в русском языке угол есть, но не куть, но мы же не говорим про уголе, а покутье так и осталось, да? Снова-таки, делается это специально, чтобы народы разделять и властвовать, да? Кроме того, можно уже сделать, сказать, что вот русский народ это отдельно, украинский отдельно, а вот те еще отдельно. Сегодня можно вообще там запад дать новый алкогин, сходу дать новый, сейчас что такое тоже, что-то подобное делается, да? И кроме того, еще натравить вот этих народов на себя, пускай ссорятся. То есть, на самом деле, во всем мы с вами должны искать единство и понимать, что мы с вами не что иное, как все, есть с единого рода, да? И поэтому, скажем, когда-то, допустим, вот тот же самый украинец, он понимает и поляков, и россиян, скажем, и белорусов, да? А, допустим, россиянин, который приехал из Москвы, он украинский вообще не понимает. Почему? Он немножко дальше от корня, то есть, произошло очень много глубинных изменений. Есть такая книжка, кому интересно, называется «Продавность украинского языка», написанная Михаилом Красуцким. Это польский лингвист, который в советские времена, в царские, скажем, позволили такую книжечку небольшую написать, и, скажем, он в этой книжечке указывает, что если нам удастся осознать номериологию нашей языка, нам удастся поднять и осознать весь наш язык. И там проводится определенный номериологический порядок наших цифр и определенные примеры. Снова-таки, книжечка довольно небольшая, но такая с большим, глубинным, скажем, намеком. Книжечка есть в интернете, да? Да, да. Еще раз. Да. Михаил Красуцкий продал нас украинского языка. Поэтому, на сегодня, скажем, что делается? Делается, водится все больше и больше разных слов, чтобы, скажем, увести наш язык от того коренного, который был, да? Ну, допустим, на сегодня это делается фактически каждый день. Возьмите, посмотрите новости и, скажем, два дня назад говорили там Европа, потом уже Европа, потом уже как-то по-другому, потом еще как-то. И постоянно вот эти изменения делают. Самое наилучшее, если взять отношение языка, ну, допустим, если мы говорим Русь, мы все равно подсматриваем по-целуру Киевскую Русь, правда? Ну, скажем, в Киевской Руси понятно на каком языке говорили. То есть, это был не чисто украинский и не чисто русский, да? То есть, это был древнеславянский. Ну, и считается, что наиболее правильный со всех то, что осталось на сегодня язык, это правописание 29-го года, кстати, оно Харьковское. Там вложено наиболее правильных много коренных слов. Нужно, естественно, там исключать такие моменты, как там партия, народ, потому что это были советские времена. Но вот я поднял несколько книг с Харьковского вашего музея, скажем, и есть несколько у меня книг Харьковского правописания именно 29-го года, где указывается, где говорится определенные правильные коренные слова. Допустим, все вы слышали, что в народе говорят «клюб», вот Аллах скрип, как поет, «булет», «танцы». Вот если говорят «клюб», это означает, что это слово инородного похождения. То есть, оно бралось в язык, но обозначало, что оно не родное. То есть, и были там определенные такие моменты, что позволяло, где можно осознать глубинный образ, а где просто что-то и замеченное больше уже позднее. Скажем, очень довольно такое обширное и, скажем, можно, скажем, его изучать. Но поэтому книг осталось довольно-таки немного, потому что в то время было немного, скажем, классового образования. Итак, сосредоточимся на самих рунах. Есть еще вопросы? При написании важное же направление? Обязательно. Да, обязательно. По потоку, то есть, вот так как идет поток определенных сил, так и они рисуются. еще одно. Руна всегда рисуется четко, то есть, она не имеет боковых прямых линий, она имеет вертикальные линии, все иные линии, другие должны быть косыми. Руна еще означает рана, да, то есть порез или определенный как бы путь, который, скажем, высекается как бы на древе рода или в энергии. Следующее, естественно, что когда возникает момент правописания, для того, чтобы просто передавать обудяную речь, можно там часть рун сократить и допустим их писать уже округлять, да, но они тогда утрачивают свою какую-то божественную часть, божественное писание. Поэтому руны всегда рисуются остро. Если вы где-то видели руны, чтобы они где-то закруглялись, это уже что-то как бы, ну, не совсем руны. То есть, это уже какая-то модернизация. Поэтому понимаем, что рун может быть еще несколько порядков. То есть, почему? Каждый род или народ шел своим путем и на них, так же? Поэтому у них строи рун были немножко иными. То есть, они обозначали именно определенный путь. У славянского народа был определенный путь, другие, но снова-таки понимая корень, то есть, можно осознать, что все они берутся и рисуются с одного порядка. То есть, они не просто где-то там вырисовываются, они уже есть. Они просто отсюда берутся. Итак, есть ли еще вопросы? А резать рун и основное? Что-что? Резать. Черты резать это то же самое, это только позднее название. Ну, вот же, чертить и резать, да, то же самое. Вот такое, как посвящение, допустим, руническое. Обязательно. Ну, то есть, да, посвящение руническое, это обозначает, вы имеете отношение к какой-то матрице, да? То есть, от какой матрицы вы имеете отношение, оттуда вы черпаете силу и с ней работаете. Снова-таки, если руны просто поверхностные, вы их запомнили и там, или что-то иное, они не имеют такого глубинного значения, они внешне будут пустыми. То есть, они так работать до конца не будут. То же самое, как карты Таро. Если вы не понимаете, как они размещаются на древо, там, даже то же самое древо сегеров, допустим, для евреев, да? То есть, они внешне, они будут просто пустыми, они не будут нести того смысла или той силы. Я длительное время был в поисках, работал и старо, и с мигой перемен, и с множество разными систем, поэтому перепробовал множество, чего могу фактически про разные вот эти моменты и рассказывать. Если есть еще вопросы... Да, на этом грубую аналогию. Что ж там? Грубую аналогию. Тот же самый бой, что я уже говорил, который... Человек готовит без рецептов. Одно дело, он везет в супермаркет, покупает продукты... Полуфабрикат, да? Полуфабрикат, продукты. Другое дело, человек поехал в село, купил там. И третье дело, человек поехал на дачу, вырастил, оттуда его привезли... Все, это вложил в пинтай, а потом еще отостил. Конечно, конечно. Кроме того, давайте еще осознаем, что когда-то все, что не делалось, делалось не для себя, делалось для Бога, да? Допустим, женщина вышивала рубаху для мужа там, он и шел там где-то на войну. Естественно, она туда закладывала береги, определенные силы, скажем, и он как одевал эту рубаху, он был в определенной какауле, да? То есть, естественно, ее там ни шагля, ни хули не брало. Или там, женщина варит борщ для там мужчины своего любимого, да? То есть, думает, как я его люблю, какой прекрасный у меня мужчина там, да? Муж приходит домой, это мужчина, ложку там, выпил, смотрит на свою жену, как на богиню, да? То есть, если варится это с другой стороны, то как это надоело, да? То сколько же это можно? То есть, мужчина это скушал, и все, уже женщина то не так летает, то не так стоит, то еще что-то. То есть, все, что мы с вами посылаем в мир, то обращается к нам самим. Раньше дома строили для бога, для всемирия, да? Можно видеть, старый домострой, сейчас все делают на продаж, экономят фактически на всем. Ну и фактически видим, как оно стоит. То же самое, если делается любая вещь, скажем, как для бога, то же самое на продажу, любой человек, вот эту вещь, он заметит еще за километр. То есть, он ее купит с радостью, она, естественно, ему что-то принесет. Но если это сделано, как-нибудь, лишь бы только быстрее, еще как бы, чтобы побольше за это взять, то есть, естественно, возникает момент, что мы уже не творим мир, а мы его, скажем, немножко, как бы, постоянно подрубываем, да? И уничтожаем. Поэтому гармония есть во всем. Допустим, если рыбак пошел на рыбу, поймал рыбу только для того, чтобы прокромить свою сыну, он поддерживает часть мироздания, потому что в этом мире мы все друг друга поедаем, да? Ну, допустим, мы скушали траву или яблоко, яблоко вроде бы мы купили, но мы таким образом это яблоко ввели в свою часть души, и таким образом помогаем этой душе пройти колору, то есть, стать быстрее, да? Мы с вами тоже служим еще для кого-то, нас тоже кто-то кушает. Допустим, когда мы умираем или при жизни, то же самое происходит. Поэтому, если мы это делаем в гармонии, допустим, волк скушал зайца, что происходит? Идет, подымается популяция зайца, волки растут, то есть, определяется определенная часть, да? Ну, в Японии уже пробовали воробе уничтожить, да? То есть, на самом деле, все, что не есть, о нем все нужно. Только за ради удовольствия, то есть, он тогда уничтожает Семирию. Если он делает это, потому что есть потребность, он поддерживает часть Семирия. То же самое, если мы с вами своей жизнью берем с мира только то, что нам нужно, а не так, что у соседа пять машин, мне нужно, чтобы меня было шесть, или наоборот, да? То есть, мы с вами, тогда, естественно, скажем, будем являться частью этого Семирия, будем творить какое-то определенное добро. Итак, давайте вместе все с вами создадим какое-то намерение. Давайте подумаем, какое намерение или на какой ответ вы бы с вами хотели получить ответ. И сейчас я на это вытяну руну, я объясню эту руну. Давайте, пускай этот вопрос будет для всех вместе. Ну, то, что касается нас всех вместе, как-то что-то объединяет. Что бы это могло быть? Ну, могут быть какие-то предложения? Зачем мы здесь? Вопрос, смотрите, вопросы нужно задавать такие, ответ на которых вы не знаете, да? То есть, на самом деле, если вы сюда пришли, почему-то пришли. Можно, в принципе, и задать такой вопрос, но он будет не такой глубинный, да? Давайте более что-то глубже, или что-то, скажем, то, что имеет большее значение для нас, да? Зачем вы здесь? Вы сможете буквально или сегодня, или через пару дней догадаться. То есть, это придет как бы самостоятельно. Как бы лучше развиваться, получить возможность развивать свои... Раскрытие потенциала. А для чего нам нужно раскрытие потенциала? Давайте еще немножко уберемся. Давайте. Для чего нам нужно раскрытие потенциала? Ну, вот, в первую очередь, для того, чтобы помочь своей семье, и своему руку, в первую очередь, вы это должны помочь сами себе. Сами себе. Если вы себе не сможете помочь, вы никому не сможете помочь. Поэтому, перед тем, как спасать мир, давайте сами спасем себя, да? Поэтому, давайте, пускай наш вопрос будет касаться именно нас, да? Итак, что нам нужно в этом мире? Гармония. Прекрасно. Давайте вытянем руну гармонии, да? Которая укажет нам, или есть у нас гармония, или эта гармония где-то нарушена, или как нам ее можно восстановить. Подойдет всем? Прекрасно. Итак, все давайте создаем намерение, держим в уме слово гармония, да? Просто, или образ определенный каких-то весов, которые являются в равновесии, или что-то еще, да? А я сейчас буду просто тянуть руну, которая нам даст ответ на гармонию, то есть она даст определенную подсказку, да? Итак, есть определенная руна, смотрим, то есть это руна не что иное, как есть. Так? цифровое значение 800, или цифра 8. Ее цифра 26, 2 плюс 6 является 7, то есть если мы говорим с вами о гармонии, 8, если мы с вами говорим о гармонии, мы с вами все-таки должны знать, что гармония это те же самые 8 сторон света, да? и она должна быть именно в середине, так? Ну, во-первых, цифра 8, расскажу, что это не что иное, как планета наша Земля или богиня Макоша. То есть для того, чтобы осознать гармонию, мы ее в первую очередь, сама цифра нам подсказывает, должны найти где, сейчас и здесь. Если мы ее будем искать где-то там, оно так и будет постоянно там и там. Поэтому этот вопрос касается именно сейчас и здесь, так же? Смотрим, как рисуется этот знак. то есть он имеет в себе центральную линию, да, руна, он имеет вот здесь небольшой треугольник и здесь имеет небольшое пересечение. Давайте в первую очередь посмотрим, где эта руна проявляется на древу рода. Итак, смотрите, вот она, от всеправедности до свободы. То есть от чары зарод до чары истон. Где-то вот в районе матки она расположена, да, у женщины. То есть это означает, что именно в этой части нашего тела здесь существует для нас определенный ответ, да, на то, что мы с вами осознали, как найти гармонию. То есть в первую очередь мы уже обращаем внимание на вот эту часть живота и уже здесь ищем гармонию. Следующее, давайте осознаем, то есть что такое всеправедность. Всеправедность, то есть это определенный центр, да, то есть ни вправо, ни влево, именно гармония или та золотая середина, которую мы с вами говорили, да. Следующее, здесь стрелочка, вот она пошла дальше, говорит, что мы с вами должны идти от всеправедности к свободе. То есть что это говорит? Для того, чтобы наступила гармония, мы с вами должны научиться не привязываться к физическим целям. Потому что эта руна, она именно нас ведет к свободе. Что такое свобода? Чему учит стрелок? Он учит не привязываться к материальному. Ну, допустим, мы знаем с вами, что все, к чему мы с вами прикоснулись или чрезмерно любим, как правило, его у нас заберут. Правда? Если существует свобода, ну, допустим, у меня есть мобильный телефон, если я чрезмерно там трушусь над ним, как правило, он у меня или где-то утопится, поцарапается или что-то другое. Если он у меня как бы вот есть, но как бы и нету, да, то есть я его могу там оставить, завтра приду, он там и будет лежать. То есть он будет чрезмерно долго. Поэтому гармония уже за собой тянет понятие привязки к материальному. Материальное это не что иное, как, скажем, желание наше эго что-то контролировать или что-то иметь, так? То есть для того, чтобы освободиться от этого, мы что должны сделать еще? Немножко уменьшить и свое эго, да? То есть научиться не привязываться. Давайте посмотрим, как эта руна размножена еще здесь. Итак, она имеет центр, то есть она должна в себе соединять всех боков, то есть для того, чтобы узнать гармонию, мы с вами как-то еще должны узнать себя и окружающий мир, да? Следующее. Здесь сила, победа и свобода. То есть что это означает? Для того, чтобы найти гармонию, нужно иметь силу, нужно побеждать, то есть достигать цели, завершать все свои дела также, и причем чувствовать свободу. Если мы завершаем дело, не нужно привязываться. Завершаем, отпустили, взяли за новое. Поэтому иначе гармонии не будет. Следующее. Нас идет осознание, через творчество к жизни еще проходит черта. Что эта черта нам подсказывает? Она говорит, для того, чтобы мы с вами нашли гармонию, мы в первую очередь должны думать не разумом, а где-то получить это оттуда и принести это в свою жизнь. И как мы это можем сделать? Именно через творчество, то есть творя какую-то часть нашей жизни или через нашу жизнь. Есть такое дело? Итак, сейчас мы с вами будем готовиться уже к путешествию и непосредственно скажем для того, чтобы каждый из нас как-то осознал и понял, где же можно найти ту или иную гармонию. То есть, можно делать практику просто волхования медитации, да, или просто для себя складывание определенных образов. А мы с вами сейчас еще подрубим. Что мы сделаем? Запоминайте, где вот эта руна, где-то вот здесь, да, между корнями и началом ствола. Мы с вами представим, что отсюда, когда я ударю три раза в буллин, мы закрываем глаза, расслабляемся, дальше представляем, что вот отсюда мы с вами уходим. Уходим и идем ищем свое родовое дерево. Кстати, это вам будет подсказка на то, для того, чтобы сделать свой рунный строй. Следующее. Находим свое родовое дерево или древо рода. Это может быть что угодно. Дуб, береза, куст калины, там, ясень, клин, или что-то еще. Далее. Благодарим это дерево и просим его, чтобы оно открыло нам познание гармонии. Дальше. Приблизительно представляем дерево и где-то на уровне вот внизу, вот так как размещена вот эта руна, мы ищем, как мы туда можем войти. То есть, там может быть кротовина, где-то вход, там может где-то сидеть какая-то белка. То есть, мы можем спросить белку, то есть, что она нам может сказать о гармонии или она нам может что-то показать. Если мы там куда-то вошли, нас могут еще где-то водить. Или допустим, вы интуитивно войдете не здесь, а вас поведут где-то сверху, но потом вы спуститесь сюда, может быть и такое. Поэтому там по древе мы уже должны двигаться интуитивно. Находим, как мы можем войти туда в середину, можно искать проводников, и уже дальше идем и ищем, то есть, определенные образы. Образы, снова-таки, могут быть разные. Может там быть сундук, который вы откроете, там какая-то книжка, прочитаете какую-то фразу, и все для вас будет понятно. Может там будет какая-то сценка или событие из вашей этой или прошлой жизни, что-то нужно сделать. Если вы это сделаете, это означает, что вы свою гармонию улучшите. Именно вот за одну уже вот эту вот практику. Так? Таким образом, возвращаясь обратно, вы должны возвратиться уже более гармоничными и осознать, как же на уровне каких-то образов можно привести свою жизнь именно в гармонию. Итак, на три счета в бубен мы с вами уходим на путешествие. Дальше звук бубна будет идти по нарастающей. Это означает, что по нарастающей, что вы будете идти в поиски, искать, карабкаться, вылазить наверх, спускаться вниз, задуриваться еще где-то вниз. Следующее, когда бубен уже будет идти на спад, это означает, что наступает пора возвращаться обратно. И на счет три, снова-таки три удара бубен, в конце вы должны почувствовать себя сейчас и здесь и открыть глаза. Перед тем, как открываете глаза, вы должны в первую очередь еще раз прокрутить или осознать себе в голове, что вы для себя принесли или что вы для себя разрешили. Итак, мобильнички все выключили. Прекрасно. Садимся тогда в полу и закрываем глаза. И начинаем расслабляться. И начинаем расслабляться. Отпускаем все свои мысли и еще раз слушаем свое намерение, что мы с вами сейчас идем, управляемся в путешествие по древу рода для того, чтобы осознать, как же найти догонию в своей жизни. Стараемся на все, что мы там видим, относиться с уважением, там можно со всем общаться, даже с камнем, слушая не сколько разумом, сколько чувствуем сердце. и просто обращаем внимание не сколько на картинку наружу, а на смысл, который вам несет именно та или иная картинка. Расширяем свою образность, включаем свое сознание в работу. Отпускаем свои мысли, отпускаем свое тело и отправляемся в путешествие. Поехали. 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 Чувствуем себя сейчас здесь. Еще раз осознаем, что мы с вами увидели, какие образы пришли. И потихонечку открываем глаза. Поднимите руку и у кого получилось увидеть какие-то образы или хотя бы получить какой-то ответ. У кого не получилось. Прекрасно. Кто-то может поделиться? У меня показали седьмую руку. Седьмую? То есть они могут указать на какую-то руну что-то нужно дополнить для того, чтобы найти гармонию. Седьмая живот. То есть живот это многопроявленность мира. То есть вот она снова таки цифра та же сем, только в другой ипостаси и на другом уровне больше. Она от воли до сознания. То есть от творчества до сознания. То есть как-то натекает на то, чтобы все-таки творить, а творить именно через осознанность что-то, через сознание где-то что-то слышать. Там еще и воля есть, да, если здесь ее вот так взять, то есть оно получается в любом сознании, разум, жизнь, снова-таки через творчество проявляется, имея в себе золотую средину. Можно отдельно как-то поработать над этой руной еще, то есть как-то размышлив. можно эту руну допустим взять себе как оберег носить или даже рисовать себе на теле или заложить ее как мандаву выше, то есть допустим она будет как-то усиливать вас. Можно делать несколько таких рисунков, которые являются для вас оберегами. Снова-таки если вы делаете это осознанно, это уже какая-то магическая часть, то есть какая-то магическая вещь, а не просто вот так вот. Кто-то может еще поделиться? Сначала я шла по лесу, очень было деревья, страшные деревья, невозможно было даже пройти. Я на них их даже не рассматривала как свои деревья. Среди за дверь ждет свет, я не манить иду, и этот свет куда-то уходит вниз. Все ниже, 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 но только глубоко прям почти остепально вниз. Потом я оказываюсь как будто в какой-то комнате и в конце как будто веночком даже этот вход куда-то нашел. А в этой комнате как будто веночках какие-то не иконы или что-то такое, какие-то образы. Я мимо них прохожу, показывают дорогу дальше, и по правой стороне я поднимаюсь, но там не деревья, которую я желала, а там какое-то стекло что-ли вокруг, внутри стеклянного какого-то купола я поднимаюсь и поднимаюсь и только потом уже идет вот там уже дерево после этого стеклянного купола движусь. и здесь что-то такое. И как вы нашли ответ для себя? Мне дали прямо светящийся предмет, а здесь только три яблока и мне с собой поднимались. Кстати, этот образ тоже несет какой-то смысл. Посмотрите на этот образ не на картинку, а на суть, какую вам энергию, что вам дали. Если у вас это есть где-то дома что-то подобное или где-то вы увидите, постарайтесь это взять, это образ вашей силы, ваш оберег. Нарисуйте вот это что-то. У меня доктор наук дали такой шар огромный зеленый. Он пробует его в целительстве. и первый раз он не знал как, немножко перестарался, у жены где-то три недели температура держалась. То он говорит, работает конкретно, вы еще научитесь работать с ним. То есть естественно как бы что-то дали, вам тоже что-то дали, теперь еще научитесь что с этим вам нужно делать и что это для вас является. То есть здесь нужно думать несколько раз но сколько ощущать, просто почувствовать. А потом эти чувства передать смысл. И для себя осознать, что это такое есть. То есть на самом деле таких моментов может быть множество. Видите еще один момент, как можно скажем как-то себя исцелять, материализовать события, изменять свое будущее, прошлое, карму и все остальное. То есть множество разных подходов, разных методов. Мы проводим такие семинарские занятия отдельно. Кому интересно, можете посмотреть на расписание или пригласить. Можно к вам приехать. Если интересно, есть такой рун, то есть рунический набор или такой плакатик могу скинуть в электронном виде, если вам это нужно. Сколько и тот и тот скину, если нужно. Скоро в ближайшем времени, надеюсь, что где-то после Нового года выйдет книга по понятию Бога, взаимодействия с Богами. И вот завтра мы будем делать на 11 часов, завтра немножко переносим занятие древнеславянский обряд очищения. То есть я вам расскажу о сути проведения обряда, тоже можете на 11 часов. Ну и в том числе есть диски интересные записаны с практиками, есть та же практика аудио путешествия по древу рода. Имея, скажем, определенные роны, вы сможете сами составить набор. Пока вы это сделаете, я уже выпущу книжку, скажем, вы что-то сами сможете уже для себя и, скажем, уже можете потихонечку по этому работать. То есть оно прекрасно работает. Если есть вопросы, пожалуйста, пошло что-что? Как по электрону? Напишите мне на электронный агрессиям вышла очень просто программки. Программки посмотрите, там, где советский Один Ореевич, там есть сайт наш древорода.пин.юэй и есть там электронка школа древорода собака и мать.